Попутчик 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 Мы отсчитываем 7-летний переходный период. В течение первых трех лет пошлины будут заморожены на нынешнем уровне, 25%. Затем начнется их ступенчатое понижение. Очень важно, что в самом начале этого процесса, с 2011 года, будет устранена специфическая ставка пошлины в евро за кубический сантиметр. Вы знаете, зрители наверняка тоже слышали, что сегодня пошлина рассчитывается по двум критериям. По процентной ставке и по этой ставке в евро, которая варьирует в зависимости от объема двигателя. И очень часто результат превышает 25% уровень. Таким образом, отмена этой специфической ставки тоже будет означать режим более легкого проникновения импортных автомобилей в наш рынок. Особенно машины с большими объемами двигателей. То есть, может быть, спокойно покупать джип, привозить его сюда и на нем кататься? Я не думаю, что это мгновенно произойдет. И более того, я не считаю, что все производители отреагируют в той же пропорции, что изменивается пошлина, в той же пропорции отреагируют понижением цен. Потому что у автопроизводителей есть свои проблемы. Это инфляция, это безудержный рост цен на материалы, на сырье, которые продиктованы подорожанием нефти и других естественных ресурсов. Поэтому, скорее всего, понижение пошлин позволит им сохранить рентабельность и избежать повышения цен. А если и будет какое-то понижение, то оно не превысит 5-6% к 2010 году. Ну, отлично. Продолжая тему, что касается иномарок. Прошлый 2006 год оказался рекордным по количеству привезенных автомобилей сюда. Больше миллиона. И вот у меня есть такие цифры, что из них 720 тысяч были импортными и 208 тысяч собраны здесь, на территории России. И вообще объем продаж иномарок вырос на 65%. Вот какую тенденцию вы видите? Это было предсказуемо. В связи с тем, что растут доходы нашего населения, в связи с развитием кредитных программ, которые очень часто поддерживаются самими автопроизводителями. И в связи с другими факторами мы видим, что потребительские предпочтения активно меняются в пользу иномарок. Это очевидно, что при сокращении ценового отрыва наших автомобилей от иномарок, конечно же, выгоднее приобретать более надежный, более комфортабельный современный автомобиль. А в связи с развитием дилерских сетей в регионах наши потребители уже не ощущают какой-то страх оказаться один на один с технической проблемой. Практически в любом городе, крупном, более-менее даже от 500 тысяч человек, если он имеет население, уже есть официальный дилер, который может предложить регулярный и в том числе гарантийный ремонт. Поэтому все, уже брешь прорвано и доля иномарок будет стремительно расти. Очень хорошо. Причем сейчас есть иномарки, которые в классе от 9 до 15 тысяч примерно условных единиц, они являются более дешевыми, чем наши отечественные. Феноменально, но факт. За прошлый год модели ВАЗа подорожали примерно на 10%. И будут дорожать. И будут продолжать дорожать, особенно с переходом на новые поколения моделей. В то же время появились такие бюджетные модели, как Рено Логан, как устаревший, но все еще актуальный для нашего рынка Шевроле Ланос, польско-украинского производства. Появились некоторые китайские модели. Хотя, если говорить о китайцах, то ожидания потребителей не оправдались относительно цен. Многие из китайских машин, я думаю, по ценовому позиционированию не соответствуют то, что предполагали. Они достаточно дорогие. Но есть и исключения. Например, тот же «Черри Амулет», который сейчас собирают в Калининграде. Автомобиль скопированный, пусть старой модели «Сиат Толедо». Но все-таки он достаточно современный, по сравнению с той же «десяткой». И стоит как-то не странно дешевле. То есть, разобраться, фактически все китайские модели скопированы, по большому счету. Да. Причем, как правило, не санкционировано скопировано. Да. Но это тема совершенно другой беседы. А вот еще цифры. Всего за 12 месяцев было реализовано 2 миллиона 60 тысяч автомобилей, что сопоставимо с такими странами, как Италия, Франция и Великобритания. Растем? Растем? То да. Россия уже вошла в пятерку крупнейших европейских рынков, обогнав Испанию. Теперь следующая цель – это как раз Франция, Великобритания. Я думаю, что к 2010 году Россия будет вторым крупнейшим рынком в Европе после Германии. Отлично. Ну, продолжаем тему и переходим как бы в другую апостась. Уже заключили соглашение о промсборке Volkswagen, General Motors, Toyota и Nissan. Volkswagen 31 декабря 2006 года. Мы как будто проводим некий анализ прошлого года, потому что все спешили сделать это перед Новым годом, а мы как люди думающие, спокойные, уверенные в себе по прошествии некоторого времени проанализируем и проводим итоги. Так вот, 31 октября 2006 года было начато строительство завода в Калужской области. Volkswagen инвестировал 370 миллионов евро. То есть новые рабочие руки, новые доходы у наших россиян. То есть социальный аспект какой-то наблюдается? Безусловно, это одна из целей, которую преследовало и наше федеральное правительство, и местные власти. Цель сохранения или создания новых рабочих мест, новых источников поступлений в бюджет. А в Калужской области, таким образом, или, так скажем, Подмосковье, Москва и ближайшие области, будет формироваться новый автомобильный кластер. Ведь вместе с Volkswagen придут его крупнейшие традиционные поставщики, компании европейские, например, которые, если говорить о Siemens, уже начал покупку наших заводов по производству автоэлектроники. И будут создаваться технопарки, где будут местные органы формировать инфраструктуру, сдавать ее в аренду иностранным инвесторам. То есть, очень важно, что в этом районе будет создан не только сборочный завод, но и еще целый комплекс заводов-сателлитов, которые будут выпускать современные компоненты для Volkswagen и, возможно, даже и для других иностранных компаний. Mitsubishi Motors намеревается наладить выпуск автомобилей в России. Уже подписан договор с Минэкономразвития, меморандумом, вернее, о намерениях. И Валентина Митвиненко заявила, что город ведет соответствующие переговоры. Две площадки предложены на выбор. Вы знаете, что это за площадки? Нет. Более того, я считаю, что преждевременно это преподносится как уже готовое решение. Насколько мне известно, Mitsubishi Motors пока еще находится в стадии изучения такого проекта. А стимулирует такое изучение то, что до 1 июля наше правительство еще готово рассматривать заявки на промсборку. А потом в связи с вступлением в ВТО режим преференции уже не будет никому предлагаться. Поэтому я ожидаю, что в оставшиеся полгода примерно не только Mitsubishi Motors, но и еще примерно 3-4 компании, которые сейчас активно занимаются разработкой таких проектов, могут подать заявки на строительство сборочных заводов. Ну а Mitsubishi, который является уже в течение многих лет одним из лидеров сегмента иномарок, я думаю, конечно, должен быть заинтересован. Компания должна быть заинтересована. — Хочется напомнить, что мы находимся в прямом эфире целый час, но вернее уже, собственно, меньше. Будем общаться с нашим гостем Валерием Таракановым, независимым экспертом. Правильно я вас представил? Или, может, какие-то еще регалии есть? — Верно, верно. Достаточно. — Телефон у вас должен быть на экране, быть высвеченным, висеть, скажем так. Звоните, задавайте ваши вопросы нашему гостю, может быть, мне, потому что программа называется «Попутчик». И тема наша сегодня — 20 самых значимых событий автомобильной жизни России. Вот что для вас является знакомым каким-то событием из прошлого года? Звоните, не стесняйтесь, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Ну и продолжаем опять же тему. Значение на пост Volkswagen Group Rus Оскара Ахмедова, экс-руководителя подразделения «Аудио России». Это же рост, то есть это карьерный рост. И это первый человек, насколько я понимаю, из наших из россиян, который занимает такой пост. — Да, я знаком, к счастью, с Оскаром Ахмедовым. Это действительно очень крупная личность в нашем автобизнесе. Я буквально пару слов могу о нем рассказать. Он получил сначала техническое образование в Ленинграде, закончил один из вузов. Затем закончил университет в Германии, поработал там в концерне «Аудио». И затем, когда здесь стал создаваться впервые офис «Ауди», он приехал создавать фактически с нуля позиции для этого бренда. Когда основные конкуренты здесь уже присутствовали. И вот благодаря его харизме, его таланту менеджера, и благодаря тому, что он очень сильный маркетолог, а не только вообще менеджер, ему удалось за несколько лет вывести «Ауди» на лидирующие позиции в премиум-сегменте. И это было оценено по достоинству. И вот концерн «Фольксваген» показал первым пример, что пора уже назначать на высшие посты россиян, способных проводить политику западных концернов здесь. И действительно, «Оскар» сейчас занимает пост главы «Фольксваген-групп РУС». Это значит, что он первый человек, которому подчиняются руководители уже отдельных брендов, входящих в этот концерн. И я знаю, что он приверженец того, чтобы все топ-позиции управленческие «Фольксваген-групп РУС» в будущем занимались россиянами. Либо иностранцами, которые готовы здесь работать не 2-3 года, не 4, как обычно экспатов присылать. А лет 10. Верно. Именно 10 лет. Это тот срок, который, по его мнению, необходим, чтобы человек не только изучил ситуацию, предложил стратегию, но и успел реализовать ее. Нес полностью ответственность. Ну, на самом деле, очень интересный человек, очень харизматичный. Он был у нас в прямом эфире и обещал, кстати, прийти еще раз к нам. А насколько я понимаю, у нас есть в прямом эфире звонок, да? Добрый день, здравствуйте. 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 Я хотел бы такой вопрос задать гостю по поводу Ford Focus 2. Вопрос такой. Неужели вот Ford Motor Company выгодна такая ситуация, когда такие очереди на данную модель. Как бы Ford Focus уже выпускается довольно давно, и я так думаю, за это время они могли бы решить такую проблему, как очереди. Потому что многие люди, как бы даже мои знакомые, как бы отказываются от этих машин не из-за того, что она им не нравится, а из-за того, что существуют такие очереди. И обращают внимание на те же самые конкуренции, как Mitsubishi, Lancer и так далее. Как вы можете ответить на этот вопрос? Одну секундочку. Вы не представились. Григорий. Очень приятно. Откуда вы звоните? Из Москвы. Спасибо большое. Итак. Григорий, спасибо за вопрос. Я не думаю, что Ford'у выгодна такая ситуация с огромными очередями. Но Ford, как и другие автомобильные компании, особенно иностранные, конечно, не могли предвидеть такого темпа роста нашего рынка. И когда они создавали производство в России, оно было рассчитано максимум на выпуск 50 тысяч автомобилей. Сейчас они столкнулись с тем, что даже 70 тысяч будет недостаточно. На мой взгляд, они сделали ошибку в том, что не начали раньше импортировать дополнительные объемы Focus'а из Европы для того, чтобы удовлетворить спрос. Поскольку выяснилось, что россияне готовы покупать не только самые дешевые версии Focus'а, но и хорошо оборудованные, с мощными двигателями. Поэтому с некоторым опозданием они все-таки начали ввозить примерно до 10 тысяч автомобилей с их европейских заводов. А сейчас Ford, во-первых, увеличил производственные мощности до 72 тысяч уже, начиная с этого года. И готовится к тому, чтобы принять решение о расширении завода во Всеволожске в перспективе до 150 тысяч в год. А сейчас сколько? Сейчас 72 это предел. То есть в два раза получается? Фактически удвоение мощностей, но это будет означать еще и запуск второй, а может быть и третьей модели на этом заводе. Так что, с другой стороны, ожидание в очереди не думаю, что столь уж проблематично, утомительно для тех, кто заранее планирует покупку. Если у вас есть автомобиль и вы, например, готовы спланировать приобретение нового через полгода, то это время быстро пролетит. Просто нужно прийти к дилеру, заключить контракт, внести очень маленькую предоплату. Форд ведь компенсирует все эти неудобства тем, что предлагает очень выгодные кредитные страховые предложения, обязывает дилеров продавать автомобили по курсу ЦБ. Поэтому здесь есть и плюсы, и минусы. И выбор за потребителя. Ну и потом, когда ты вожделеешь что-то, тем более автомобиль, как мужчина могу сказать, когда ты хочешь эту машину, то вот это томительное ожидание не является таким томительным. Это вот предвкушение. Это очень хорошо. Вообще, можно привести параллели между автомобилем и женщиной, но это, опять же, тема совершенно для другой беседы. Итак, продолжаем. Осенью официальное представление бренда Infiniti в России. Россия стала одной из первых европейских стран, где начнутся официальные продажи автомобилей Infiniti. Собственно, ну да, пожалуй, самыми первыми. Только на североамериканском рынке представлены. Да, два крупнейших японских концерна, Toyota и Nissan, конечно, не предполагали, что их премиум бренды, созданные специально для рынка Северной Америки, когда-то будут распространяться по всему миру. Но наш быстрорастущий рынок, в том числе и его премиальный сегмент, я думаю, разбили последние какие-то скептические настроения в концерне Nissan. И, в частности, поработали хорошо серые импортеры, которые везли огромное количество Infiniti FX на наш рынок. Поэтому такой размер рынка, а я его оцениваю в 60 тысяч автомобилей уже в прошлом году, при средней цене где-то порядка 70-75 тысяч долларов, это не могло быть незамеченным стратегами, топ-менеджерами концерна Nissan. Поэтому я думаю, что это не последний еще премиум бренд, который появится у нас. В частности, Alfa Romeo решила вернуться на российский рынок. И, может быть, в течение пары лет Honda примет решение о выходе с брендом Acura на наш рынок. По поводу Alfa Romeo есть у меня информация. 19 декабря официальное представление Alfa Romeo. Первоначально на российском рынке будут представлены модели 147-159. Я прав, ничего не путаю. Верно. Весной будущего года к ним присоединятся еще Alfa Romeo Brera и ее открытая версия Spider, называется она. И причем в наступающем году ожидается открытие семи дилерских центров. Как вам кажется, семь достаточно? Думаю, что да. Я не очень разделяю оптимизм нашего импортера Alfa Romeo и, собственно, производителя. Очень противоречивая ситуация вокруг этой марки. Конечно, у нее славная спортивная история. У нее очень харизматичный имидж, такой сексуальный дизайн. Но этого недостаточно, чтобы войти в число значимых игроков премиум-сегмента. Потому что у Alfa Romeo, к сожалению, отставало качество, надежность. Поэтому ценовое позиционирование, с которым Alfa Romeo возвращается на российский рынок, не учитывая то, что им предстоит еще преодолеть некоторые психологические барьеры. Они же уже сейчас цены поставили вровень с Audi и BMW. Я не думаю, что это гарантирует им очень легкий выход на наш рынок. Поэтому еще придется побороться. И, скорее всего, политика ценовой должна быть более агрессивной на первоначальном двухлетнем этапе вывода этого бренда на рынок. Но вообще, кстати, Сталин-17 всегда дело обстояло достаточно туго, потому что их все любят. Они стильные, они красивые, они спортивные, они хорошие. Но при всем при этом боятся на них кататься. Потому что, насколько мне известно, за прошлый год официально была продана одна машина Alfa Romeo и одна Lencha. Что делать? Что делать? Помимо политики ценовой. В отличие от какой-то бытовой техники или чего-то еще для домашнего пользования, автомобиль это не просто красивая вещь. Автомобиль требует постоянной сервисной поддержки. Если мы холодильник или телевизор вынуждены ремонтировать, если что-то сломается, а это все реже и реже происходит, если мы говорим о современной технике, то автомобиль работает в столь сложных условиях, особенно наших, сложных дорожно-климатических, что без сильной сервисной сети ни одна, даже самая качественная машина не будет беспроблемно у нас работать. Поэтому, мне кажется, итальянские компании очень долго пренебрегали необходимостью качественной сервисной поддержки для их, безусловно, очень красивых и современных продуктов. Проблемы с качеством случаются у всех. Вопрос в том, как быстро и как качественно на эту проблему реагирует дилер. Если он снимает эту проблему в течение короткого срока, у вас в памяти не останется никаких негативных воспоминаний о том, что у вас что-то там сломалось. А если вы, заплатив за автомобиль 50 тысяч долларов, потом не можете его быстро отремонтировать, он становится для вас абузой, то вы проклинаете этот бренд, в тот день, когда вы купили автомобиль этот маркер. Будет проблему тот день, когда я сел за баранкой от своего пылесоса. Поэтому здесь очень важно, чтобы одновременно с выводом новых моделей Альфа Ромео очень тщательно выстраивала качественную сервисную сеть. Отлично. Это программа «Попутчик», если кто еще не в курсе. Мы в прямом эфире. У нас в гостях независимый эксперт Валерий Тараканов. Тема нашей сегодняшней беседы. 20 самых значимых событий автомобильной жизни России за прошлый год. Вы можете звонить по телефону, который появится на экранах в любой момент. И есть у нас уже один звонок. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, сразу. Александр с Нового Уренгоя. Ага, очень приятно. Это уже известно, что Toyota строит уже завод. А вот когда его окончание производства и какие модели будут выпускать? В частности, Королло интересует. Будет такая? Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Окончание строительства первой стадии этого завода или первой очереди завода – это декабрь 2007 года. То есть, к концу этого года заработает конвейер по выпуску пока только одной модели Toyota Camry. Это автомобиль бизнес-класса, который предлагается в ценовом диапазоне примерно от 33 до 45 тысяч долларов. То есть, это отнюдь не самая массовая модель. Что касается второй модели, а расширение завода, безусловно, предполагается, то я рискну предположить, что это будет не Королло. Весной этого года, извините, весной прошлого года, высшее руководство Toyota объявило о том, что начинает разработку бюджетного автомобиля для крупных развивающихся рынков. И вот буквально вчера президент Toyota Motor еще раз подтвердил, что работа на такой машине ведется. Подстегнул интерес к такому проекту «Успех» Renault Logan. И такие машины сейчас разрабатываются несколькими концернами. И Toyota, и Nissan, и Volkswagen, и Daimler Chrysler, который заключил даже для этого проекта специальный альянс с китайским Cherry. Так вот, эти бюджетные модели, которые могли бы отвечать целям насыщения развивающихся рынков, с одной стороны, и противостоять готовящейся экспансии китайских компаний, с другой, это то, что, я думаю, мы увидим и в России. Эта модель, скорее всего, будет по размерам где-то между Hyundai Accent и Renault Logan. И в 2010 году ее производство, я думаю, будет налажено во всех четырех крупнейших странах развивающихся, странах БРИК. Бразилия, Россия, Индия и Китай. Toyota, насколько мне известно, планирует выпускать три параллельно одинаковых автомобилей, условно говоря, по классу. Я не думаю, что решение уже принято. Вы имеете в виду на заводе в Санкт-Петербурге? Да, да, да. Не уверен насчет трех моделей. От двух я вот сказал. Я думаю, что Camry будет выпускаться, конечно же. Это будет производственная площадка не только для снабжения, может быть, даже и российского, а вообще европейского рынка. И вот массовая модель, пока еще неизвестного, под неизвестным названием, обязательно будет производиться в России. Ну, а вот машины одного класса, Auris, Corolla, Avensis. Мне кажется, они одинаковые же, да, в принципе, если разобраться? Они позиционированы в разных сегментах. Avensis – это автомобиль более высокого уровня, чем Corolla и Auris. Auris – это новый европейский хэтчбэк, который будет выпускаться на заводе Toyota в Великобритании. Эта модель создана специально для европейского рынка. Но, тем не менее, имя Corolla сохраняется, и следующее поколение этой модели будет поставляться в Россию с турецкого завода Toyota. Это будет традиционный, любимый россиянами седан и, возможно, универсал. Ясно. Хорошо. Продолжаем тему. Возвращаемся к любимым нами итальянцам, к возвращению Fiat. Он же одно время был представлен на нашем рынке. Потом, насколько я понимаю, они решили, что мы их недостойны, мы им неинтересны. Не сам бренд Fiat был представлен. В результате вот этой феноменальной сделки у нас появился современный завод в 70-м году благодаря партнерству с Fiat. Фиат наделал много ошибок не только в России, но и в Западной Европе. И поплатился за это в ситуации, близкой к банкротству. И вот эту ситуацию сейчас с большим трудом концерн преодолевает. Начался рост показателей, рост продаж. Из-за России Fiat вынужден был фактически уйти. Те какие-то штучные продажи, которые мы видели в прошлом, позапрошлом году, я не считаю серьезным присутствием на нашем рынке. И теперь сделана, на мой взгляд, правильная ставка на партнерство с российской компанией «Северстоль авто», которая предложила не просто стать дистрибьютором, импортером Fiat, но предложила производить сразу несколько моделей здесь в массовых объемах. Это дает реальный серьезный шанс Fiat стать одним из ведущих игроков, членом большой десятки на нашем рынке. Единственное, меня настораживает все-таки их ценовая политика. Чем? — Цены выше, чем я ожидал. Даже на Fiat Albea, который начали собирать в России, это откровенно уже морально устаревший автомобиль. Тем не менее, по цене он значительно превосходит своего ближайшего конкурента Renault Logan. Поэтому я не думаю, что так будет просто, возвращение это проходить и развиваться. Ну, посмотрим. В этом случае, четыре модели Fiat уже заявлены к производству в России. Это Albea, это грузопассажирский Doblo, это Fiat Linea, примерно такого же размера, как Ford Focus, седан, который дебютирует в конце этого года, и коммерческие автомобили Ducato, которые будут производиться в Елабуге. Посмотрим. Я думаю, что все эти сборочные проекты должны обеспечить Fiat значительный объем. Но стартовые позиции в плане цен, на мой взгляд, все-таки недостаточно агрессивные для того, чтобы быстро набрать нужный объем на продажу. — Очень хорошо. У нас есть звонок из Нижнего Новгорода. Я думаю, что как раз по этой теме. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Меня зовут Иван. Я из Нижнего Новгорода. Я из Нижнего Новгорода. Насколько изменится цена иномарок, которые будут собираться в России, и каким будет качество этих автомобилей? Спасибо. Я думаю, что уже не стоит сомневаться в качестве автомобилей, которые иностранные компании производят или собирают в России, поскольку качество определяется технологиями и процессами управления, а также качеством материалов и компонентов. Все это, вне зависимости от географического расположения завода, мировые концерны научились гарантировать. Поэтому здесь не может быть никаких сомнений, и Ford Focus тому пример. Что касается цен, то если, например, здесь будет производиться уже известный автомобиль, который сегодня выпускается, скажем, в Европе, то не следует ожидать падения цен больше, чем на 10% в начале. А в перспективе, как я уже говорил, разница может составлять 5%, поскольку производителям нужно все-таки окупать огромные инвестиции и нужно компенсировать рост цен на компоненты и материалы. Что касается Fiat, он вообще, можно считать, фактически наш русский, но родной я имею в виду, потому что, ну, в принципе, вся классика жигулевская, да, это же тот же самый Fiat, 125, по-моему, 124. 124. 124, да. Причем в 90-х годах планировалось создать совместное предприятие между СССР и Италией, и даже, насколько помнится, был снят Михалковым очень интересный фильм, такой вот пиар-фильм, можно сказать, да, с таким ярко выраженным продакт-плейсментом о том, как мужчина через всю заснеженную Россию едет из Италии в Москву. Вы не смотрели фильм этот, нет? Нет, фильм не смотрел, но предприятие такое было создано. Оно было создано? Да, Нижегород Моторс, это предприятие, которое было создано между нашим газом и Fiat'ом, и предполагалось начать в массовых количествах сборку Fiat Mare. А что это за машина? Это автомобиль класса фокуса. Ну, проект этот родился, во-первых, накануне нашего знаменитого финансового кризиса, и тогда еще не созрели такие условия, как размер рынка, он был слишком мал для того, чтобы реализовывать такие огромные объемы, и полностью отсутствовала какая-либо инфраструктура по производству компонентов у нас в стране. Сейчас ситуация изменилась. Я думаю, второе пришествие Fiat'а в производственную область, или третье, если начинать с автобаза, я думаю, оно должно быть успешным. Ну, при соблюдении некоторых условий, я думаю, что касается цен, я думаю, они будут скорректированы. Насколько мне известно, Fiat сменяет на конвейерной ленте малышку, нашу Аку. Что это за автомобиль будет? Ну, Северсталь Авто просто купила завод маловитражных автомобилей, который раньше принадлежал Камазу, и теперь после реконструкции там налаживается сборка Fiat Albea. Этот автомобиль примерно такого же размера, если кто-то его еще не видел, такого же размера, как Hyundai Accent. То есть его можно относить к сегменту B, это прямой конкурент Lada Kalina, если говорить о размерах, опять-таки. Но по цене он подороже Kali. Возможно, с 2008 года, когда этот проект выйдет на сборку мелкоузловой CCKD, тогда, возможно, цены будут снижены. И с переходом на этот режим Северсталь Авто планирует выпускать по 30 тысяч автомобилей в год. Это должен быть доступный массовый автомобиль. Его уже скоро можно будет увидеть в автосалонах дилеров Fiat в ближайшие месяцы или даже дни. Ну, а что касается Аки, машина востребована, очень многим нужна такая маленькая машинка. Но, насколько мне известно, с сегодняшнего дня Автоваз прекращает поставку двигателя на эту машину. Вот что ожидает Аку? Да, как известно, эта модель производилась на двух предприятиях. ЗМА, который принадлежал Камазу, и Серпуховский автозавод. Теперь наш маленький подмосковный завод вынужден в одиночку отставить позиции на рынке. Но шансов маловато, поскольку автомобиль устарел морально. Завод вынужден импортировать двигатели для этой модели, что удорожает ее производство. И к 2008 году, я думаю, что этот автомобиль не будет удовлетворять более жестким стандартам и по экологии, и по безопасности. Скорее всего, мы потеряем Аку навсегда уже в 2008 году. Ну и что, тогда нашествие китайских автомобилей дешевых, это же ужасно, мне кажется. Они не будут столь дешевыми, как АК. Я думаю, что вообще просто автомобили по такой цене станут достоянием истории. И цены будут начинаться на самые маленькие автомобили китайские, вот такого размера, как АК, примерно от 6-6,5 тысяч долларов. Можно будет забыть от 3,5-4 тысяч. Грустная история. У меня во дворе мужчина продает старый автомобиль АК, поддержанный на ходу, немножечко ржавый, за 6 тысяч рублей. Вот просто взять, поставить, отвезти его на дачу, ездить буквально за пивом. У нас звонок в студии. День добрый, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Петр из города Ростов. У меня такой вопрос. Есть информация, что Санта-Фе старого модельного года будет производиться в городе Таганароке. Не могли бы вы обозначить хотя бы рамки ценовой политики вот данной модели, куда она, в какой цене он попадет? Все-таки это старая машина. Спасибо. Да, действительно, сборка старого Санта-Фе начинается, по-моему, в феврале или марте этого года. По-моему, в марте. Пока еще Hyundai Motor не объявлял ценовую политику, но можно ожидать, что машина эта будет стоить на примерно таком же уровне, как Hyundai Tucson. И такое решение, на первый взгляд, парадоксальное, продиктовано, скорее всего, тем, что корейский завод Hyundai не в состоянии удовлетворить спрос, растущий на Tucson. Поэтому у них был выбор из двух вариантов. Либо продолжать повышение цен на Hyundai Tucson, либо предложить аналогичный продукт в этой же ценовой нише. Вот они пошли вторым путем. Так что мы будем иметь... Дилеры Hyundai будут предлагать два фактически продукта для одного ценового сегмента. Выбор за вами, за потребителями. Одна из особенностей этой машины будет заключаться в том, что будет предлагаться и дизельный вариант, и актуальность вот такой модели, я думаю, будет расти. Однозначно, даже не обсуждается. Еще один звонок у нас в эфире. Здравствуйте, добрый день, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Зовут меня Олег из Москвы. Интересует, вот с продажи должна поступить машинка Nissan Qashqai. Вот сейчас продажа уже скоро пойдет, в феврале говорят. Интересует, техническая информация какая присутствует, а вот цена Hyundai, а по зону, все-таки как-то непонятен. Да, официальные цены будут объявлены буквально в течение месяца. Насколько мне известно, первые автомобили Nissan Qashqai появятся в России в конце февраля. По предварительным слухам, я думаю, цены будут начинаться где-то от 24-25 тысяч долларов за переднеприводный автомобиль с двигателем 1,6 литра. И топ-версия может с 2-литровым мотором и полным приводом может стоить более 30 тысяч долларов. Вот примерно в такой вилке будет предлагаться этот очень интересный автомобиль. Ясно, спасибо. Я хочу напомнить, что в эфире программа «Попутчик». Часовое ток-шоу между нашим гостем Валериям Таракановым, мной, Владимиром Гавриловым и вами. Соответственно, людьми, телезрителями, звонящими нам. Продолжайте звонить, продолжайте задавать вопросы, потому что тема наша сегодня. Два самых значимых событий автомобильной жизни России. Вот наверняка у вас есть что-то, да, что лежит на сердце, чем сердце должно успокоиться. Вы должны вспомнить, что из прошлого года, какое событие для вас является знаковым. Мы продолжим. И вот хочу сказать, что проходил Московский международный автомобильный салон. В общем, не так давно. 1700 российских и зарубежных компаний из 40 стран мира были представлены. И состоялась мировая премьера купе Mercedes-Benz CL. Причем на месяц раньше, насколько я понимаю, чем на парижском салоне. Вот что это? Это знак? Конечно. Это признание того, что российский рынок стал одним из крупнейших в Европе. И для некоторых иностранных производителей это уже один из крупнейших в мире рынок. Конечно, это большой сюрприз, что Дальмир Крайсер решил строить мировую премьеру такой модели, как CL в России. Ну что ж, честь им и хвала за смелость. Видимо, в их прогнозах они ожидают очень хороший спрос на эту очень дорогую модель. Что касается московского автосалона, то после трехлетнего перерыва наконец закончились споры между российскими организациями, которые представляли наш автопром Международной ассоциацией автопроизводителей. И теперь этот салон будет проходить регулярно, раз в два года, по четным годам. И московский автосалон встанет в ряд мотор-шоу второго уровня. К первому я отношу большую пятерку. Это автосалоны в Париже, Франкфурте, Женеве, Детройте и Токио. И вот во вторую категорию теперь будет входить московский автосалон наряду с такими мотор-шоу, как выставка в Болонии, по-моему, в Мадриде, в Лондоне, в Амстердаме. Вот такие более локальные мотор-шоу, на которых, тем не менее, могут состояться европейские, а может быть, даже некоторые мировые премьеры. Ну вот ложку дегтя в эту бочку меда. В Париже было представлено 14 мировых, в Лондоне, да, было 14 новых, 14 премьер. А у нас всего одна. И причем стоял этот автомобиль в самом дальнем углу павильона. Вот почему? Как же так? Что такое? Вы представляете, что такое Лондон? Это финансовая столица мира. И когда-то, до Второй мировой войны, лондонский автосалон был как раз одним из самых элитных. Скорее всего, Великобритания делает попытку вернуть лондонское мотор-шоу вот в эту первую категорию. И организаторы, видимо, очень хорошо поработали с автопроизводителями. Ну а что мешает нам поработать так же? Я думаю, что все-таки влияние Великобритании на элиту автомобильной индустрии все-таки гораздо сильнее, чем влияние России. Ну посмотрим. Пока еще Россия по объемам продаж новых автомобилей уступает Великобритании. Если оценить в денежном выражении рынки, то мы отстаем еще очень сильно. Мне приходилось бывать в Лондоне. Я видел там очень много автомобилей, например, класса Jaguar XK, которые просто припаркованы у входа домика и служат как разъездной автомобиль. Я совсем не видел на улицах Лондона корейских автомобилей. В основном это дорогие европейские и японские машины. Поэтому, безусловно, рынок Великобритании несравнимо более значим для глобальных автоконцернов. Но эта ситуация на сегодня. Я думаю, что она будет меняться в пользу России в течение ближайших лет. Будем считать, что это временное явление. А у нас еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы? Я Олег из Казнастского края. Так, спасибо. Я хотел вас спросить. Вы все говорите про иномаркеты. Все, конечно, прекрасно, все хорошо. Как быть людям, у которых остались москвичи, Волги? И как обязательство государства, которое обязано выпускать запчасти якобы 10 лет? Как им быть? Все же, уже все ванкротились в предприятии. Как быть дальше людям? Где брать запчасти? Спасибо. Да, это очень хороший вопрос. Честно говоря, мне неизвестно о том, есть ли какие-то проблемы с выпуском запчастей для этих старых моделей. Я полагал, что все-таки эти детали еще доступны на рынке. Ну, в нашей стране все возможно. Поэтому, если действительно полностью прекращено производство каких-то важных деталей, причем сделано это до истечения 10-летнего срока, то это вопрос, это повод для обращения, может быть, в суд. Может быть, какой-то гражданин потратит свое личное время и силы для того, чтобы привлечь к этой проблеме внимание. Создать прецедент. Верно. Да, у нас еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте. Хотя, возможно, у вас там вечер. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Какой у вас вопрос? Простите? Я Туфы. Так. Я бы хотел поинтересоваться развитием автомобильного, Ульяновского автомобильного завода. Угу. Спасибо. Что можете сказать? Очень проблемное предприятие, но сильная компания «Северсталь» взялась обеспечить будущее этого завода. И, насколько мне известно, там будет продолжен выпуск внедорожников, поскольку это стратегически важный автомобиль, не только для экономики, но и для обороноспособности страны. И под вопросом остается выпуск коммерческих автомобилей, легких грузовичков, фургонов. Не исключено, что... Какого типа? Похожих на что? Ну, то, что у нас называется буханкой уазовской. Вот автомобили такого типа вряд ли будут выпускаться в будущем. Но сейчас на мощностях, пардон за такой канцеляризм, на мощностях УАЗа начата сборка грузовиков «Исудзо». По соглашению между «Северсталь-Авто» и концерном «Исудзо-Мотор». Поэтому, скорее всего, УАЗ в будущем превратится наполовину в сборочные предприятия, где будут просто собираться автомобили иностранных марок. Но при этом, я подчеркиваю, будет сохранено и будет развиваться производство внедорожников. Спасибо большое. Валерий Тараканов у нас в гостях, независимый эксперт. Очень хороший собеседник, потому что звонки один за другим. Добрый день, здравствуйте. Алло. Да, представьтесь, пожалуйста, расскажите, откуда вы нам звоните. Алло, добрый день, меня зовут Алексей, город Москва. Вопрос. Значит, вот такой вопрос. Помимо сборочных заводов, которые будут создаваться в России, легковых автомобилей, будет ли налажено производство грузовых сидельных тягачей? Мы знаем аналог, который сейчас создан в городе Зеленограде, как бы полуотверточная сборка автомобиля «Вольво» серии «ФМ-12». Что в таком сегменте может еще быть создано? И, конечно, бы хотелось узнать ценовой диапазон таких автомобилей. Спасибо. Спасибо вам. Вот ценовой диапазон говорить просто некорректно, поскольку вы затронули тему грузовых автомобилей, которые могут предлагаться в полной массе, скажем, от 6 до 50 тонн. Поэтому я скажу просто о том, что вот эти полуотверточные проекты, как вы правильно выразились, они вряд ли имеют какие-то перспективы продолжения серьезного. И вот как раз сектор автоиндустрии, где производятся грузовые автомобили, это та площадка, где наши автомобильные заводы имеют шансы выжить. И туда новые собственники нашего автопрома, это группа компаний «Базовый элемент», это «Северстальавто», под управлением «Базового элемента», это «Северстальавто», туда направляются значительные инвестиции. Например, «Русьпромавто», во-первых, приобретает лицензии на производство коммерческих автомобилей, а также на производство дизельных двигателей. В частности, на Ярославском моторном заводе, который входит в эту группу компаний, будет организовано производство целой линейки дизелей для грузовиков и строительных машин по лицензии концерна «Рено». Существует до сих пор предприятие совместно между ИВЕКО и УРАЛАЗом. Если они начинали с выпуска специального транспорта, то сейчас уже предлагают, по-моему, и самосвалы, и даже магистральные тягачи. Поэтому, мне кажется, наш «Автопром» в сотрудничестве с иностранными партнерами и путем приобретения лицензий в этом секторе индустрии может выжить. Ваши слова называются «да богу в уши». Еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Я из Савропольского края. Меня зовут Сергей. Я бы хотел узнать, раз пошел разговор за наш российский «Автопром», скажите, пожалуйста, по поводу производства «Газелей». Вот столько идет уже, столько за них разговоров, но что-то нового ничего пока не идет. Может быть, что-нибудь в ближайшем будущем выйдет какая-то новая модификация? Или же автобус более, ну как, вместимости больше, чем 13 мест? Ну, что-то такое, новшества какие-то есть, потому что разговоры идут, а пока ничего не слышно. Чтобы маршрутки были побольше. Я понял вас. Спасибо. Я вернусь к тому, что «Газ», а также еще ряд автобусных заводов наших, входит в один концерн «Русьпромавто». И вряд ли «Газ» будет развивать «Газель» в этом направлении увеличения пассажировместимости. «Газель» должна занимать свою нишу на рынке, она это успешно делает. И производство этой модели будет сохранено, даже несмотря на то, что параллельно в 2008 году «Газ» запустит сначала сборку, а потом полномасштабный выпуск, лицензионные модели LDV Maxus. Известно, что в 2006 году «Русьпромавто» приобрело это предприятие английское. И вначале эти автомобили будут просто импортироваться. Я скажу телезрителям, что это аналог «Форд Транзит» по размерам. То есть будет предлагаться и микроавтобус, и грузовой фургон. И постепенно будет осваиваться сборка этой машины. Но это не означает, что «Газ» прекратит выпуск «Газели» и уйдет из нишевого ценового сегмента. Наоборот, сочетание «Газели», которое может предлагаться в таком ценовом диапазоне, куда еще европейские, японские, корейские даже компании проникнуть не смогут. Единственным конкурентом там будут китайские производители. Так что, насколько мне известно, по крайней мере до 2010 года производство «Газели» будет сохраняться. И автомобиль будет постоянно модернизироваться, чтобы удовлетворять новым требованиям и стандартам. А вот нишу автобусов, пассажиров вместимостью свыше 15 мест, я думаю, будут занимать другие модели, скажем, «Павловского» автозавода. Ну, а если говорить с позиции потребителя, то уже упомянутый нами «ФИАТ» в сотрудничестве с «Северстальавто» с 2008 года начнет выпускать «ФИАТ ДУКАТО», который будет иметь модификации как раз от 15 до 24 мест. То есть, этот спрос будет удовлетворяться, в частности, вот этими автомобилями. Хорошо, исчерпящий ответ. Спасибо большое. И, кажется, еще звонок у нас, да? Добрый день. Алло. Да, представьтесь. Добрый день. Я Александр, я из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот меня интересует такой сегмент, как французские автомобили. И мне очень интересно узнать, что можно ожидать от компании «Ситроен», в частности, автомобилей «Ц5». Вот что в дальнейшем, что нового ждать можно на нашем российском рынке? Спасибо. Спасибо вам. Я бы не сказал, что есть сегмент французских автомобилей. Три французских компании работают фактически во всем спектре сегментов. Если начинать ответ именно с марки «Ситроен», то в 2007 году ожидается две новинки. Это легкий коммерческий автомобиль «Джампер» нового поколения. И «Ситроен» и «Пежо», по-моему, уже приняли решение о выходе в самый низший, с точки зрения размера автомобиля, сегмент «А». И предложат очень популярные сейчас в Европе мини-автомобили «Ситроен Ц1» и «Пежо 107». Время для таких машинок пришло. Это не означает, что они очень дешевые. Они маленькие, но они очень современные, очень красивые, удобные. И идеально подходят для эксплуатации в условиях мегаполиса, такого как Москва. Со всеми проблемами нашего города. Что касается французов, в прошлом году не состоялось слияние, насколько я понимаю, о Рено и АвтоВАЗу. Почему? Скорее, речь шла не о слиянии, а о создании совместного предприятия, где контрольный пакет был бы за Рено. Но пока руководство АвтоВАЗа не готово поступиться с суверенитетом. Рассматриваются, видимо, и другие варианты развития предприятия. Именно этого с французами? Вообще, стратегия развития АвтоВАЗа и разные варианты альянсов. Я не думаю, что переговоры с Рено прерваны навсегда. Они могут всегда возобновиться. Сейчас мяч на стороне АвтоВАЗа. Да, используя лексику переговорщиков. И решение, конечно, назрело. Сейчас, уже в ближайшее время, я думаю, мы станем свидетелями какого-то стратегического курса АвтоВАЗа, который будет учитывать и возможность альянса с каким-то глобальным автопроизводителем. А что вы скажете по поводу альянса АвтоВАЗа и канадской компании Magda International? Не альянс, а совместный проект. Это суть не одной тоже? Не совсем. Но я считаю, что это по значимости своей стратегической можно поставить на второе место после создания АвтоВАЗа на основе соглашения с ФИАТом. Потому что Magda International – это не только один из крупнейших в мире производителей комплектующих для автоиндустрии, но это компания, которая уже имеет собственные автосборочные заводы. У них пока нет своей автомобильной марки, но на своем предприятии Штайр в Австрии Magda собирает автомобили для Mercedes, для BMW, для Chrysler. И поговаривали аналитики, что Magda рассматривает даже возможность выхода на мировой рынок с собственным брендом. Не исключено, что вот этот совместный проект с АвтоВАЗом может быть ступенькой... Да, может быть. Если продукт окажется удачным, качество его будет достаточно высоким, то я не исключаю возможности выпуска части общего объема, выпуска автомобиля под брендом Magda. Почему бы нет? Отлично. Еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте. Если можно чуть громче, как вас зовут? Здравствуйте. Я Александр из Городской области. Очень приятно. Спасибо ведущему за интересного гостя. Вопрос к Валерию. Валерий, вот вам не обидно за организирующий отечественный автопром? Сможет ли предстоящая приора быть конкурентоспособна на российском рынке? И второе. Как дорого стоит стоимость автомобиля, собираемых иностранных марок, у нас в России? На первый вопрос. Обидно. Поскольку я сам выходец из отечественного автопрома. Но, с другой стороны, нужно трезво оценивать ситуацию. На сегодня, можно говорить о том, что были какие-то ошибки в прошлом. Но нужно исходить из тех условий, которые сложились. Очень трудно решить сразу две задачи. Сохранить отечественные марки и заводы. И одновременно вывести продукцию на конкурентоспособный уровень. Сохранить места рабочие. Скорее всего, и то, и другое достичь не удастся. Поэтому правительство, очевидно, выбрало второй путь. Это создание условий для возникновения у нас современного автопрома. Неважно, кто будет владельцем активов в этом автопроме. И вторая задача – это максимальное сохранение рабочих мест в автоиндустрии. А для этого нужно, чтобы создавались не только автосборочные предприятия, но и большое количество заводов по выпуску компонентов. Поэтому я не думаю, что автопром наш совсем умрет. Он будет существовать просто несколько в другой форме. Возможно, мы забудем в будущем о наших традиционных марках. На заводах в России будут выпускаться автомобили под иностранными брендами. Но главное, что они будут приносить в бюджет страны доходы, налоги. И главное, что для россиян будут рабочие места. Это на сегодня важнее, чем анализ прошлых ошибок. Почему мы потеряли или теряем автопром. Что касается себестоимости сборки, у меня нет точных цифр. Но я могу сказать, что здесь присутствуют не только затраты инвестиционные, но еще достаточно большие затраты на логистику. То есть на доставку этих компонентов, на их хранение. Поэтому первые несколько лет эти заводы будут работать только на то, чтобы окупить инвестиции. Этот процесс может растянуться на период от 5 до 10 лет. Но инвестиции эти делают глобальные игроки, которые просчитывают свои позиции не на 5 лет вперед, а на 10 и на 15. Речь идет о том, чтобы создать постоянный рынок сбыта в будущем, в больших масштабах. Поэтому это уже становится выгодным делать в России, для того, чтобы завоевывать здесь позиции на будущее. Вернемся к АвтоВАЗу. Он добился в прошлом году присвоения государства статуса промсборки. Что это дает? Чем это может быть чревато? Кроме того, что запчасти будут... Прежде всего, это уравнивает условия наших отечественных производителей и тех иностранных компаний, которые создают у нас автосборочные предприятия. Потому что абсолютно не факт, что российские компоненты для автомобилей ВАЗ всегда дешевле при сопоставимом качестве. Очень часто... Качество вообще делит историю? Сегодня азиатские компании, китайские, тайваньские, многие другие, почему бы не индийские, турецкие, могут предлагать комплектующие лучшего качества и даже дешевле. С учетом вот этого режима промсборки, который фактически сводит до нулевой ставки импортных пошлин на компоненты, С учетом этого, становится выгоднее современные компоненты для новых моделей ВАЗа импортировать, нежели искать возможности производства здесь. На начальном этапе это уравнивает позиции ВАЗа и конкурентов иностранных. Это позволяет создавать новые модели, не дожидаясь, пока производство этих компонентов будет развернуто в России. Но с возникновением вот этих новых технопарков в автомобильных кластерах, глобальные производители компонентов смогут снабжать в том числе и автоваз современными деталями. Поэтому, я думаю, это временная мера, но очень важная для перевооружения автоваза, для перехода его на новые поколения моделей. Вы сказали, что запчасти будут другого качества, возможно, даже дешевле. То есть, не стоит опасаться того, что автомобили ВАЗовские станут дороже после присвоения нового статуса. Они будут дороже не по той причине, что ВАЗ будет импортировать компоненты, а потому что новые модели ВАЗа, Та же Приора и то новое поколение, которое будет запущено в 2009 году, эти автомобили, хочет автоваз или нет, должны соответствовать ужесточающимся экологическим требованиям, требованиям безопасности. Кроме того, очевидно, что автоваз будет терять долю отечественного рынка. И для сохранения рентабельного производства, минимального объема выпуска, который гарантирует прибыль, ВАЗу придется наращивать экспорт. А это значит, что эти модели должны удовлетворять не только нашим стандартам, но и стандартам внешних рынков. Поэтому, объективно, они будут дорожать из-за применения более качественных и современных материалов. Из-за того, что уже в стандартной комплектации современный автомобиль должен обладать определенным набором средств безопасности, уже должна быть система АБС, уже должны быть две подушки безопасности, уже должны быть версии с кондиционером, с электростеклоподъемниками. По этим причинам автомобили ВАЗ и других наших отечественных марок будут дорожать. Спасибо большое. Неожиданно совершенно время наше закончилось. В гостях у нас был Валерий Тараканов. Мы не все темы с вами осветили, не обо всем поговорили. Так что я буду счастлив, когда вы приедете к нам в следующий раз. Большое спасибо вам. А это была программа «Попутчик». Увидимся в следующий раз. Спасибо большое, что звонили, принимали участие. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok